Ля Даже у меня бывают такие дни, когда ничего не получается, и всё валится из рук. У бараша сегодня выдался именно такой день. С утра прошло уже целых полчаса, а поэт ещё не сочинил ни одного, маломальски достойного стихотворения. Всё было как обычно, только вдохновения не было. Бараш повертел в руках единственную неразорванную бумажку и вдруг увидел, что это объявление. «Даю уроки пения», — гласила надпись. И тут бараша осенило. «Ну, конечно! У меня же голос громкий, значит, я певец!» И, накинув для верности артистический шарфик, он побежал к домику Каркарыча. Каркарыч в задумчивости сидел перед открытым роялем, на котором он порой играет в мои любимые романсы. Прошёл уже целый месяц, как он открыл школу пения, но ученики почему-то не приходили. Вдруг раздался стук в дверь, и на пороге возник первый ученик. Сердце Каркарыча ёкнуло, конечно же, от радости, но радость эта оказалась несколько преждевременной. Ученик всем удался, вот только не было у него одной маленькой детали — музыкального слуха. «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля На сегодня достаточно Бараш, дорогой, не переживай Мы обязательно возьмем это упрямое ля И мне такое еще брали И решительно захлопнув крышку рояла Учитель еще более решительно вытолкал ученика за дверь Может еще позанимаемся? Настойчиво допытывался бараш Толкая входную дверь с той стороны Не стоит Убеждал его Карыч, еле удерживая дверь со своей стороны А может тебе нужен отдых? Наконец Карыч нашел весомый аргумент И чуть не рухнул под его весом А мне тем более И учитель устало сполз на пол С воплем ля-ля-ля Да! Окрыленный первым успехом Бараш бросился от двери учителя вперед К новым успехам Налетевший ветер подхватил фальшивое ля И принялся носить его по округе Ля-ля! Сначала ля навестила ни о чем не подозревающую Нюшу Потом сделала пару вялых кругов над огородом Копатыча И стремглав понеслось по направлению к домику Крош Крош с Южиком как раз проводили водные процедуры Ах, какие же они молодцы, наши спортсмены Еще три ведра и процедуры закончены Отфыркивался Крош, стоя под брызгами холодной воды В этот момент на поляну влетела громкая ля И сбила его с ног Ля, ежик пухнул И, падая на Авзич, выронил ведро, которое сгрохотом покатилось по земле Не успел он опомниться, как на поляну выскочил бараш И, радостно пнув копытом ведро, умчался прочь Ох, из бараша вырывалось одно большое Пробегая по лесу, бараш поделился своим счастьем с лесными жителями И так взбудоражил, что лесные жители выпорхнули из дупла и улетели А тот, кто не умел летать, быстро уполз Раскидывал он направо и налево А оно все не кончалось и не кончалось Ля, ля, ля Тогда бараш понял, что его ля столь огромна Ля, ля Что его не стыдно петь даже перед лицом стихии Ля, ля Он сбежал на самую высокую скалу И, устремив гордый взгляд в притихшее море, завопил И тут голос кончился Голос сорвал Просипел бараш и копыта у него подкосились Бараш сел на самый край пропасти и беззвучно заплакал Внизу с равнодушным грохотом разбивались о скалы морские волны И тут ему в голову пришла спасительная идея Он вспомнил один мой совет и рванулся к колодцу Прополоскав горло сорок три раза Ля Бараш прислушался к себе Ля В горле першило, в носу щипало, в голове гудело Но голос не возвращался Ля Бараш понуро сел на край колодца и Чихнул Очнулся он уже на дне колодца Вокруг стояла гулкая тишина От стен веяло холодом Бараш поежился и взглянул вверх Высоко над головой Недостижимо сиял круг Теплого и сухого солнечного неба Ну уж нет Если уж страдать, так на земле Скрипнув зубами, бараш вонзил копыта между камнями стены И начал подъем к свету Миллиметр за миллиметром он продвигался к цели Иногда копытца соскальзывали И тогда сердце начинало бурно колотиться И вот когда бараш уже почти вылез на белый свет Откуда-то сверху прилетело ведро И больно затукнуло его По макушке От неожиданности поэт сорвался И снова плюхнулся в воду Помогите кто-нибудь В изнеможении просипел начинающий певец И собрав все свои силы Забрался в плавающее рядом ведро Ох, честно говоря Ёжик был даже рад, что процедуры закончились Тут он вспомнил, что у колодца есть еще одно ведро И друзья побежали туда И вот теперь Ёжик изо всех сил крутил колодезный ворот Подтягивая к себе ведро С какой-то особенно тяжелой водой Что-то туго идет Пропыхтел Ёжик И обессиленно повис на ручке Ха, давай помогу Великодушно предложил крош И повис рядом Ёлки-иголки Да что же там такое? В этот момент веревка не выдержала и оборвалась Ведро с грохотом полетело вниз А потом раздался странный звук Друзья, разбросанные около колодцы, настороженно переглянулись Что это было? Испуганно выдавил из себя Ёжик, нащупывая вокруг себя слетевшие очки Эй, там кто-нибудь есть? Услышав родные голоса, бараш крикнул в ответ Это я, бараш! Но наверху услышали только ужасный треск В отчаянии бараш забарабанил маленькими копытцами по массивной каменной стене Слышишь? Скребется Тихо! Это водяной Вырвалось у бараша в ужасе от того, что его не понимают С не меньшим ужасом крош и Ёжик бросились в рассыпную подальше от страшного колодца Лежа в холодной воде Бараш неожиданно для себя начал сочинять стихи Вероятно, чтобы не было так мучительно, страшно В этом положении его и застало вдохновение Поистине гениальная строчка уже родилась в голове поэта Но какая он пока не стал говорить самому себе, чтобы не сглазить И решил вылезти из колодца как можно быстрее Но тут над самым его ухом раздался страшный войн Отдай наша ведерко А то хуже будет Бараш поднял голову и... Ах, напрочь забыл свой гениальный стих Два ужасных привидения, ушастая и колючая, колыхались прямо перед его вдохновенным лицом От страха бараш прикрыл глаза копытами и тут же полетел вниз Как думаешь, он испугался? Поинтересовался ежику кролика, который в очередной раз собрался дать дерлу Помогите! Не похоже Ширшит Раздумал удирать крош и прислушался к утробным звукам колодца Может, с ним по-хорошему надо? Может, он голодный? Точно! Обрадовался крош и в голове у него мгновенно созрел план мирных действий Дадим ему яблочек! И друзья стали бойко кидаться в колодец Яблоко Первое яблоко стукнуло бараша в рог Второе заехало в глаз А третье попало в полку Простонал бараш, потрясенный не столько яблоками, сколько бедкостью друзей Кажется, ему не понравилось Наверное, яблоки не любит А может, он любит ежиков? И крош похлопал по спине внезапно подавившегося друга Шучу-шучу! Прошло очень много времени Почти вечность И по отражению звезд на воде Бараш понял, что наверху наступил вечер Поэт лег на спину Закрыл глаза И стал думать дальше Он представлял Как весенним утром Встречает рассвет Пьет утреннюю росу Лежит в душистой траве Ощущая щекочищее Прикосновение солнечных лучей Солнце 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 Я иду к тебе Согрей меня Тем временем Крош с ежиком Привели к колодцу Лосяша Самого великого Из известных им Ученых Водяной Это ненаучно Возможно, друзья мои Суеверные Вы наблюдали Какой-нибудь редкий Феномен природы Снисходительно Улыбнулся Лосяш Интересно Может это Подземные воды Или сдвиг Земной коры Изменившись в голосе Неуверенно Произнес Рогатый Ученый И измерив Шагами Окружность колодца Спросил Коллега Вам не заставит труда Принести мою лампу Друзья быстро Сбегали к Пину Чтобы он Одолжил им Ветроагрегат Вот Вместе с Лосяшем Они подсоединили К прибору Лампу И стали Осторожно Опускать ее На длинном проводе В черный Провал Колодца Солнце Грело Бараша Все сильнее Оно приближалось И приближалось Пока Не превратилось В огромный Слепящий Круг света Бараш Широко Улыбнулся И потянулся К солнцу Копытами На середине пути Зажженная лампочка За что-то Зацепилась Заела Как следует подергал крош Провод пару раз Наконец лампочка качнулась Сорвалась С пшистого камня Торчащего из стены колодца И нырнула В воду Из нее Выскочило электричество И больно Ужалило поэта А вслед за этим из бараша Вырвалось такое Оглушительно идеальное Ля, которому Позавидовал бы сам Каркарыч А поэт Подобно стартующей ракете Вылетел из колодца Ля Кстати говоря Сам Каркарыч в этот момент Даже очнулся ото сна Бровисио Прекрасная Ля Прекрасная Я же говорил Что они такое брали Надо только стараться И великий педагог Перевернувшись на другой бок Вновь заснул Так вот он какой Водяной Ах, ну ежик На бараша похож На мгновение Показалось крошу Феноменально Надо этого водяного поймать А то никто нам не поверит Он восхитился Лосяш Провожая взглядом Таинственно Светящийся И уносящийся Вдаль Небесное Тело В его голове Уже родилось Название Будущей Сенсационной Статьи Загадка Поющего Метеорита Поэтому Лосяш Бросился В погону Поскольку Крош с ежиком Науку Уважали И тоже Хотели попасть В научную статью Тем более Сенсационную Да еще и для журнала Смешарики Они побежали Вслед за ним Давай, давай Лови его Лови 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 Своявшуюся Сенсацию Я сама Видела Эту научную Погоню Из окна Своего домика Попивая Мой любимый Липовый чай А бараш В эти секунды Летел над землей И изумлялся Красоте Ночного неба В голове Поэта Как в калейдоскопе Вертелись Гениальный риф Одна Лучше другой Продолжение следует